Добрый день, дорогие друзья! Курим Самех! Всех с праздником! Курим сегодня! 14 дара! Во всем мире сейчас курим, а я в Иерусалиме у нас сегодня вечером наступаю. Город, который был окружен стеной во времена Юшоа-Бенуны, это очень давно, это 3300 лет назад, 3330 лет назад, это во времена Юшоа-Бенуны, Иерусалим уже был окружен стеной. Все города, которые в то время были окружены стеной, они празднуют, начиная с сегодня вечером, 15-го дара. А те города, которые в то время были деревнями, ну, грубо говоря, да, то есть они не были 3300 лет назад окружены стеной, то есть практически весь мир, кроме Иерусалима, точно известно, что Иерусалим, да, остальные города или неизвестно, я не знаю еще ни одного города, где праздновался бы 15-го дара. Значит, все остальные города празднуют сегодня. Значит, мы сегодня поговорим о Пуриме, да, о празднике Пурим, и поговорим о том, что это за день. Это уникальный день. Вот сейчас для всех уникальный день. Мир сейчас находится в очень интересной... Нету звука? Так, интересно, что у нас со звуком. Напишите по десятибалльной шкале, поставьте мне, пожалуйста, по десятибалльной шкале, как звук. Поставьте, пожалуйста, по десятибалльной шкале, как звук, и давайте посмотрим, как у вас будет по десятибалльной шкале. Может быть, нету звука, потому что съевшие наушники, может быть, такой вариант. Как звук, скажите, пожалуйста, кто мне напишет. Кроме Пурим-СМФ, по десятибалльной шкале оцените качество звука, потому что, вот я видел, есть звук 10-10, да? Отлично, все отлично, прекрасно. Значит, будем тогда разбирать, сегодня мы будем разбирать Курим. Значит, в Курим мы выполняем три главных, четыре главных заповедей. Есть четыре заповеди, мы сейчас разберем все четыре заповеди, и обязательно нужно их постараться сделать. Первая заповедь – это чтение Мигелат Эстер, чтение вот этой истории, в которой открыто сокрытие Всевышнего. То есть Всевышний, Он управляет миром, Он присутствует в каждом событии в этом мире, но Он скрыт для большинства людей. Большинство людей не видят Его, они просто настолько привыкли к этому чудесному, уникальному, организованному, управляемому миру, что замечают присутствие Всевышнего только когда их мир рушится. Когда их мир рушится, тогда они вдруг говорят, господи, как же это все прекрасно держалось, каким чудом это держалось, а сейчас все это разрушилось. Теперь, значит, в Мигелат Эстер раскрытие сокрытого. Мы читаем историю, когда было все отлично. Еврейский народ находился в Бавилоне, как сейчас в Америке, в Украине, в России, в разных странах евреи живут. В то время они жили в Бавилоне. И в Бавилоне они занимали очень хорошее положение, очень хорошее положение было у них, ну прям реально, как сейчас в Америке, евреи. И вдруг попадается такой вот плохой человек, вдруг это было для них, это было для них вдруг. Но по факту это был процесс, который годами выстраивался под руководством Всевышнего. Появляется премьер-министр, который звали его Аман, который вступает в личный, индивидуальный конфликт с одним из глав еврейского народа Мордехай. Был такой Мордехай, он входил в пятерку самых известных евреев, которые были, он был мудрец, он был санедрени, то есть он был выдающейся личность. И Аман, который был один из советников царя Хашвироша, да, он вступает с ним в личный конфликт. И вдруг этот Аман, который к тому времени уже, он поднялся на роль первого советника царя и премьер-министра, он задумывает уничтожить весь еврественный народ. Вдруг, но это для всех вдруг, а Талмуд спрашивает, а с какой радости, с какой радости было, значит, Аману задумывать уничтожение евреев во всей Персидской империи. Не может быть, чтобы один человек просто так что-то задумал и в мире изменил. Есть этому причины, то есть этот мир очень системный, очень организованный, очень многовекторный. И не может один человек его просто так вот взвинуть. Значит, есть на это воля Всевышнего. И Талмуд задает вопрос, а за что, за что, значит, это постановление, эта кзира пришла на евреев Персидской империи. И отвечает Талмуд. Первый был ответ такой, что когда вот этот вот Ахашвирош, царь Ахашвирош, он праздновал свое величие, да, он считал, что он самый великий император, он был реально великий император, который правил тогда практически всем миром. Он надел одежды первосвященника, вот здесь эта храмовая стена, которая окружает стену, но раньше за ней стоял первый храм, который царь Навуходницар разрушил. Ахашвирош женился на его внучке, то есть он поднялся на престол Навуходницара, и он забрал эту всю храмовую одежду и храмовые, все светильники, там все он забрал, храмовое золото, и он это все одел. И 180 дней он праздновал свое величие, да, то есть он считал, что он самый великий. И он пригласил, обязательно было присутствие всех руководителей всех уровней на этом Перу. И получается, что евреи тоже пришли, руководители еврейской общины тоже пришли, и они на этом Перу присутствовали. Это была первая причина, то есть это было моральное падение руководителей еврейской общины, еврейского народа. Тогда задает вопрос Талмуд, да, Талмуд спрашивает, ну хорошо, руководители, их уровень был плохой, а были простые люди. Зачем простые люди должны страдать? Не может быть такого, чтобы весь народ получил постановление на уничтожение из-за того, что руководители негодяи, да, были плохие люди. И, кстати, здесь интересно, это очень мы сейчас можем смотреть такую вот, некие параллели, каждый может для себя увидеть, что из-за руководителя негодяя может страдать весь народ. Но задается вопрос, Талмуд задает вопрос, ну народ-то, есть же там и хорошие люди. Почему они должны страдать из-за руководителя негодяя? Тогда дается ответ такой. Когда на выходнице царь выгонял, он разрушил первый храм, и он решил взять, переселить евреев в Вавилон. Он сказал, что я вас забираю с Израиля, вы должны все перейти в Вавилон. Когда они шли в Вавилон, то все диктаторы, все тираны, они делают культ личности, культ своей личности. Они настолько народ, вот они народ прямо подавляют, чтобы народ думал, что он только он вместо Бога, вот этот тиран. И что на выходнице царь, он поставил золотые свои статуи. Как помните, мы жили в статуе Ленина, были статуи, там, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жив. Все вот эти вот, был культ личности, культ Ленина. Потом были Ленин, там, и другие все эти персонажи. Значит, на выходнице царь поставил свои статуи, и когда евреи проходили мимо этих статуи, и заставляли поклониться. И они кланялись вот этому тирану, да, тирану на выходнице царю, его статуе. Теперь, вот это была настоящая причина. То есть, хотя был негодяй, негодяй руководители. Но из-за того, что народ, он этим руководителям поклонялся, значит, было наказание на весь народ. И получается, что еврейский народ того времени в Персидской империи поклонялся этим идолам на выходнице цара. Тогда задает Талмуд другой вопрос. Он говорит, если они поклонялись идолам, то идолопоклонство, смертная казнь. А мы видим из событий Пурима, что наоборот, все евреи спаслись. Мы видим, что они спаслись. Так если у них была вина, что они поклонились идолу, почему же они спаслись? И отвечает Талмуд так. Все в этом мире, все в этом мире идет очень ровненько, да. Всевышний, он дает каждому конкретное последствие, он учитывает все. Они поклонились внешне, а в сердце не поклонились. Как сейчас, например, я уверен, что большинство думающих людей в России, они понимают, что тот, кто их возглавляет, он просто конкретный негодяй, который весь мир вернул войну. Но они в сердце понимают, как в советское время. Никто не верил этим всем руководителям этого Советского Союза. Все над ними смеялись. То есть, ну как вообще? Брежнев, эти все кадры вообще, персонажи, которые просто захватили власть, ее держали, обман, обман. Так вот, написано в Талмуде, что они внешне поклонились, а в сердце не поклонились. И Всевышний их также наказал. Он их испугал. То есть, год они жили под страхом, что их убьют. Но они весь этот год, они в сердце, они искренне, искренне возвращались к Всевышнему. И они все стали верующими. Если год человек живет и понимает, что его через год убьют, а, кстати, мы должны об этом помнить, что мы все уйдем из этого мира. Кто-то раньше, кто-то позже. В этот момент единственная мысль, которая есть у человека, Всевышний, спаси меня. Всевышний, прости меня. Всевышний, я хочу жить хорошо. Только давняя жизнь и здесь, и в духовном мире. И получилось, что они в сердце не поклонились идолу, а внешне поклонились. Их внешний год они жили под страшным постановлением, что их уничтожат. Но получается, что в сердце они... И потом Всевышний их простил. А они весь этот год в сердце, они приближались к Всевышнему. Это очень интересно, как это работает. И говорит Талмуд, что негодяй Аман, да, негодяй Аман, он, в принципе, сделал для еврейского народа больше добра, чем все пророки. Как это так можно сказать? Что негодяй, который хотел уничтожить весь еврейский народ, и он сделал больше, чем все пророки? Потому что что хотели сделать пророки? Они хотели пробудить к раскаянию, пробудить к любви к Всевышнему. И они говорили пророки, пожалуйста, пробудите. Все говорили, ладно, ладно, там у нас все нормально, что нам пробуждаться? Мы пробужены, мы сейчас пойдем там... Нам главное заработать побольше. А Аман, который говорит, а я сейчас вас уничтожу. Они все, опа, что делать? Всевышний, помоги, Всевышний, прости, Всевышний, Всевышний, Всевышний. Получается, что Аман сделал для них глобально больше, чем пророки. Представляете, как... И это то, что мы празднуем в Пурием. В Пурием мы празднуем и замечаем, когда мы изучаем Меделат и Стер, скрытое, да, открывается скрытое. Мы понимаем, что даже неприятности, даже проблемы, даже какие-то события, которые для нас реально неприятны, если они нас пробуждают к Всевышнему, то они переворачиваются на хорошее. И вот сейчас как раз такой момент, что люди могут себе задать вопрос, готов ли я дальше жить там во лжи, готов ли я дальше жить в каком-то токоматериальном стремлении. Все разрушилось. И человек думает, нет, я хочу жить, выполнять заповеди, служить Всевышнему, все. И тогда эта ситуация, она по-любому закончится. Но только для кого-то она будет сломом, а для кого-то она будет рождением. Понятно, да? И Свидок и Стер, вот он рассказывает всю эту историю, в которой в этой истории раскрывается присутствие Всевышнего, который... История идет самая обычная. Значит, этот оман, негодяй, решает уничтожить весь игрейский народ. Он идет, все вопросы решаются вот в этих вот больших кабинетах, они решаются, они кроме денег ничего там не видят. Оман идет к царю Ахашвирошу, говорит, смотри, есть народ, как всегда, значит, для того, чтобы кого-то убить, его нужно вначале очернить. Для того, чтобы какой-то народ поставить на уничтожение, нужно рассказать всем, что это народ плохой. Точно так же, как для того, чтобы напасть на какую-то страну, или, например, хулиганы. Они идут, идут хулиганы, смотрят человек, они к нему подходят, говорят, закурить не найдется. Он говорит, нет, не курю. А что ты так разговариваешь некрасиво со мной? Ты что вообще? И, то есть, для того, чтобы напасть на кого-то, нужно, чтобы его обвинить. Представьте, даже в этом, даже у самых конченных бандитов, они пытаются быть хорошими. У них все равно внутри есть вот это вот, быть хорошими, да, по понятиям прав... Там, знаете, как живут они, типа у нас понятия. Значит, Оман и Ахашвирош, они договариваются уничтожить весь евреиский народ. Весь евреиский народ договаривается уничтожить. И Оман, он посылает, он премьер-министр, посылает письма во все 127 областей, 127 стран, что есть такой народ, который мы их, значит, даем приказ, чтобы это было 14-го числа месяца Адар, вот как сейчас, сегодня, как сегодня, их уничтожить. Приходят эти все письма, и это становится известно. Значит, евреи, они понимают, что все, приказ, все ФСБ, там, КГБ и все местные органы власти уже их поделили, их имущество. А здесь все очень просто. Если их можно убивать, то, в принципе, кто будет убивать? Грабители и бандиты, то есть все войны, захватнические войны, они для того, чтобы кого-то ограбить, унизить и забрать себе. Значит, все, все ждут, когда же наступит 14-я Адара. В это время Мордыхай, который был Мордыхай, он был, он был один из, назовем так, не знаю, 400 самых таких вот влиятельных людей в Керсидской Афере и в пятерке самых влиятельных евреев. Он все это время он продолжает молиться и продолжает молиться Всевышнему весь этот год. Значит, дети учат Тору и он всех пробуждает, говорит, смотрите, мы физически ничего сделать не можем, все от Всевышнего. И значит, все. И все начинают молиться, служить Всевышнему, все это было как средство спасения. Теперь, в это время, во дворце у Ахашвероша, у царя, была его жена Эстер. Откуда взялась Эстер? Значит, Ахашверош, когда захватил власть, он был конюх, который захватил власть в огромной империи. Мы это видим, потому что, если мы посмотрим на, на там, императоров, да, которые сегодняшние императоры, все они когда-то начинали с простых людей. Значит, Ахашверош, когда он захватил власть, он женился на внучке, на внучке, на выходной цара, девушке царской семьи. И она была его жена. Но у девушек из царской семьи и вообще у всех людей, которые на вершине власти, у них есть у всех одна большая проблема, огромная проблема, которую царь Соломон выразил в притчах одной фразой. Он говорит, Лифнейшевер, Гаон, перед крушением вознесения, они слишком блатуют, слишком они уверены в себе, слишком уверены в своих силах, в своих армиях, в своих деньгах, в своих выдающихся интеллектуальных способностях, забывая, что все это ничто перед Всевышним. И как только человек возносится и считает, что он вместо Бога, тут же Всевышний его ломает вообще моментально и чтобы все видели, что есть только один Творец Мироздания и все от него. Значит, вот это вот Вашке, которая была, которая была внучка на выходной цара, жена Хашвироша. Во время этого пира, который длился 180 дней, где Хашвирош уже всем показывал, кто в мире хозяин. Тут он зовет жену, говорит, а покажите мою жену всем, что пусть она придет. Она самая, самая красивая и самая блатная у меня жена. Тут эта жена Вашки, которая была в это время делала пир для женщин, она была выпившая. То она, значит, эта жена Вашки, она говорит, а кто ты такой вообще? Ты, говорит, кто ты? Конюхом был у моего, у моего дедушки. Да, кто, читайте свиток, кто в синагодии, читайте свиток. Я рассказываю суть истории. Она мужу своему говорит, ты вообще никто и ничто, как это иногда бывает. Всевышний через жен обычно мужьям дает показать, что они слишком много о себе думают. То есть это, это очень, очень такая, знаете, как в Торе написано, что жена это помощник против него. Если он удостоился перед Всевышним, она ему помощник. Если не удостоился, она против него. И через жену Всевышний мужу дает показать, кто он есть на самом деле. Она же его видит не когда он наружу пытается показать из себя, она же его дома видит. Она же видит его в проявлениях таких, в которых его никто не видит. И обычно жена говорит мужу какие-то вещи неприятные. Если у него большая гоова, большая у него эго, то он на это обижается. А если он понимает, что жена от Всевышнего, то он это учтет. В общем, Ахашвирош не знал, что делать. И он говорит, что с ней делать-то? Она вообще просто меня в... Она меня как бы... Ну, что вообще? Что мне делать? И вот этот Аман, который потом был главный герой, один из главных героев Медилай Тестер, он говорит царю, а что с ней делать? Убей ее! Убей ее! Просто убей, чтобы всем неповадно было. И покажи, что вот ты крутой. Покажи, докажи всем, что ты крутой. И он, значит, говорит, отлично, значит, повесить ее. И он вешает ее. Значит, он ее повесил, а дальше что? Он же ему легче не стало от этого, он ее повесил, а ему-то плохо. И он говорит этому Аману, ну дальше что, советнику. А обычно, когда мы говорим про вот этих вот великих-великих правителей, которые на вершине власти, они-то все равно все через советников. То есть, это только кажется, что они такие великие, а они все равно работают через людей. И у них есть часто проблема, то те, кто говорят против их мнения, они их уничтожают. И потом они попадают в ситуацию, что вокруг одни жабаниты, которые им говорят, ты крутой, ты крутой, ты крутой, мы сейчас за два дня там захватим Украину, например, да, вообще кто, что там, ты великий, ты великий, ты великий стратег, значит, и этот вот великий стратег, да, он забывает, что человек это песчинка, пылинка, и просто ему повезло, что Всевышний его вообще держит в живых. И вот на этом как раз перед крушением Вознесения. Значит, Ахашвирош спрашивает, а что теперь мне делать, что мне делать теперь? Этот Аман говорит, а что делать, смотри, у тебя вся страна, девушек полно, и начали хватать с улицы девушек, самых красивых девушек, и делать конкурс красоты. То есть он решил царя занять тем, что ему каждую ночь приводили новую девушку, и эти девушки их до этого там готовили, в то же время были всякие инфекции, их там, был у них карантин, по-моему, год у них был карантин, вот насколько я помню, их, значит, держали в карантине, там, натирали маслами, что-то их чистили, чтобы они не не заразили царя. Цари самые пугливые люди. Я уже вчера рассказывал, что Ахашвирош был параноик, которому, если во дворец заходил кто-то без его приглашения, его сразу убивали. Были там специальные спецназ, вот этот местный спецназ, которые вообще языка друг друга не понимали, как вот у Путина есть, например, чеченцы. Значит, Ахашвирош, он был пугливый, и этих женщин, девушек готовили, готовили их год. Теперь одну девушку схватили с улицы, это была Эстер, племянница Мордыхая. И когда ее схватили и забрали во дворец, то все равно забрать ее было нельзя. Он не говорит, смотри, не может быть, что такая праведница, как ты, чтобы Всевышний сделал тебе зло, такого быть не может. Это значит, что есть в этом какая-то миссия, есть в этом какая-то миссия. Главное, молчи, не говори ни кто ты, ни что ты, ни зачем ты. Ждем, смотрим, ждем, смотрим, ждем, смотрим. Зачем Всевышний тебя, такую хорошую девушку, праведницу, забрал вот в такую сложную ситуацию. И значит, в Эстер, Эстер это скрытая, она ждет. Значит, ждет она, ждет, ждет она, ждет, доходит ее очередь. И в этот момент царь, который ее увидел, ее привели к нему, получается, насильно. Он в нее влюбляется. Опять мы здесь видим проведение Всевышнего, хотя можно объяснить это случайностью, но он говорит, все, мне больше никто не нужен. Вот эта девушка по имени Эстер, значит, эта девушка по имени Эстер, значит, я на ней женюсь, все, дал ей корону, дал ей все, значит, все, она царица. Она говорит, а мне все это не надо, отпусти меня домой. И она такая все время, значит, ну, ничего никогда у него не просила. Она как раз была скромная, она не пыталась ни кошерной едой, ела только, веганка была такая, да, во дворце. Мне ничего от тебя не надо. Он говорит, нет, я тебя люблю, давай я снижу налоги, давай я то, давай я это, давай я то. Она говорит, а мне тебя ничего не надо. Вот это вот путь праведников и молится Всевышнему, чтобы Всевышний показал, зачем ей такое несчастье. Хорошо, значит, проходит время, проходит время, а это все в течение вот этого года, когда на евреи уже есть приказ о окончательном уничтожении еврейского народа. Значит, в это время Мургатай все это время сидит в мешке во дворе рядом с дворцом, сидит, молится Всевышнему и побуждает евреев раскаяться, вернуться ко Всевышнему. И тут он слышит два охранника, тунгуса какие-то там, в общем, далекие какие-то там, удмурты или якуты, или кто там они были. Они разговаривают между собой на своем якутском языке и говорят, надо царя убить, надо вот этого царя, Ахашвироша, надо его убить. Чего они хотели его убить, я не знаю, но они задумали заговор его убить. Значит, тиран, надо понимать, что любой тиран, любой убийца, тот человек, который отправляет на погибель тысячи людей, он должен понимать, что этих тысяч людей есть родственники, у них есть дети, и эти дети, они могут задумать, прям поставить себе целью жизни убить этого тирана. Такое бывает. Есть такое понятие кровная месть, да, кровная месть, и люди есть, которые не прощают, и тиран, который посылает на убийство тысячи людей, должен знать, таких людей есть тысячи и десятки тысяч, которые желают его смерти. Значит, на Дитлера было 52 покушения, он всего 12 лет, вот это правил, 12 лет, за 12 лет было 52 покушения, но Всевышний его держал в живых до момента, пока он не выполнил свою подлую, поганую, но роль в этом мире он выполнил, да, как есть, и у Гадюки есть своя роль в этом мире, Всевышний весь этот мир сделал так, что здесь есть и такие негативные элементы, которые тоже, тоже зачем-то нужны. Значит, Мордыхай раскрывает их заговор, что они хотели убить, убить Ахашвироша, и он рассказывает это Эстер, Эстер рассказывает это царю, и, значит, заговоры раскрывают, их вешают, но себе все лавры спасения царя, кто присваивает, присваивает Аман, вот этот вот главный премьер-министр, обманщик Иебрун, и он рассказывает, что это он сделал, в общем, Мордыхай дальше сидит в... Я сейчас не буду всю пересказывать Медиват Эстер, я вам скажу так, что ровно сегодня все перевернулось, из плохого в самое хорошее, Амана повесили, всех негодяев убили, Мордыхай стал премьер-министром, и с тех пор 2500 лет примерно евреи празднуют этот день как самый веселый день, когда они говорят Всевышний переворачивает все зло в добро, в этот день Всевышний отвечает на наши молитвы, в этот день это день самый лучший для молитвы, поэтому сейчас надо помолиться Всевышнему и сказать ему, что Всевышний, пожалуйста, сделай так, чтобы злодеи, все злодеи погибли, чтобы все добрые люди были здоровы, счастливы, и чтобы все дети, семьи, хорошие, честные, простые люди, чтобы были радостны, чтобы война закончилась, и те злодеи, которые развязали эту войну, которые нажимают кнопки, убивают мирных людей, чтобы все эти злодеи... и обманывают, и главное, что те, кто убивают, они обманывают людей, говоря, что мы... Такой обман, вот просто если посмотреть, что те, кто убивают, конкретно, такую развели пропаганду, что просто, ну вообще жуть какая-то, И мы молимся сегодня, чтобы злодеи были наказаны, чтобы был мир в мире, да. Вся Европа живет в мире, Америка живет в мире. И я считаю, что и Восточная Европа, и Россия, и все туда дальше тоже могло бы жить в мире, если бы не было злодеев, которые не хотят жить в мире. Все, дорогие друзья, мы молимся, чтобы сегодня наступил мир, чтобы современный Аман, современный Аман, он получил по заслугам, чтобы люди, чтобы мы эту всю ситуацию восприняли как путь к возвращению к Всевышнему. Я уверен, что вот сегодня или максимум завтра, завтра это иерусалимский пурим, да, то есть в Иерусалиме будет пурим завтра. Завтра все, что нам кажется плохим, повернется на самое хорошее. Я просто уже это чувствую и молюсь об этом, чтобы завтра, сегодня или завтра война закончилась и пошло все только вверх, только вверх, чтобы все плохое перевернулось в хорошее. И мы сейчас были в очень негативной ситуации, чтобы она просто пошла в позитивную, но это произойдет тогда, когда мы поймем, что все от Всевышнего. Вот как только мы поймем это, осознаем это, скажем Всевышнему спасибо за все хорошее, попросим у Всевышнего, чтобы было дальше хорошо, в этот момент все перевернется в добро. Все, чего я вам желаю, чтобы мы это заметили, чтобы все люди вокруг вас тоже это заметили. Поэтому надо стараться, как мы вчера говорили, в себе развивать этого внутреннего священника. Мы уже, слава Богу, да, раз вы уже уходите на уроки Баикра, то вы уже услышали голос Всевышнего, и теперь помогите другим людям вокруг вас услышать голос Всевышнего. Но не через, не спорьте с ними ничего, просто вот кто-то просил там, помоги маме, все. Просто давайте информацию, а там, если человеку повезет, он поймет. Не повезет, значит он позже поймет. Все, то есть рано или поздно все к Богу вернутся. Все, удачи, успехов, счастливо, и курим с АМЭ. Большое радость.